С 55 миллионов ценгет до полумиллиарда. Настолько увеличивается в этом году субсидирование животновода в Атаравской области. Государственную поддержку получат и крестьянские хозяйства, занимающиеся выращиванием овощей, картофеля и строительством теплиц. Такая помощь позволит в разы увеличить выпуск сельскохозяйственной продукции, снизив до минимума зависимость региона от поставок из других областей импорта. Внедрение новых технологий в сельское хозяйство, увеличение поголовья скота и пессивных площадей. Это главные задачи, которые сейчас стоят перед атераускскими крестьянами и местной властью. В регионе создан молочный товарный комплекс. Весь процесс содержания коров-галштинов ритской породы полностью автоматизирован. В сутки наша ферма дает зимой более 4,5 тонн молока. Весной и летом надой увеличиваются. Свежее молоко, сметану и кефир мы реализуем в Атерау, в магазине и на рынке. Наша продукция уже узнаваемая и пользуется популярностью у горожан. В ближайшей перспективе поголовье коров удвоится, что позволит довести надои и молока до 12 тонн в сутки. В хозяйстве построить завод по его переработке, где планируется выпускать до десятка видов продукции, от цельного молока до йогуртов. Еще один пример успешного государственно-частного партнерства – козья херма. Племяное хозяйство «Сырайшик» в нашей стране стало первым, где наладили выпуск продукции из козьего молока. Пока в ассортименте 20 видов сыров, брынзы, сыворотки, сметаны и молока. Ассортимент будет расширяться, и уже в ближайшее время крестьянское хозяйство планирует отправлять часть продукции на экспорт. Наша продукция выигрывает тем, что она изготавливается из натурального молока, в ней нет консервантов, добавок, и поэтому мы не имеем проблем с реализацией. В этом году субсидирование и животноводство в регионе возрастет почти в 10 раз – с 55 миллионов до полумиллиарда тенге. Эти средства будут направлены на возмещение затрат на покупку племенного скота, а также на селекцию, а также на выращивание племенных быков. Дотация фермер получит на заготовку грубых кормов в приобретении комбикорма. Государственная поддержка будет и у крестьянских хозяйств. К примеру, субсидирование посадок картофеля увеличится с 15 до 70 тысяч тенге за гектар. Такая помощь позволит увеличить пассивные площади, а значит, в разы возрастет выпуск сельскохозяйственной продукции, до минимума снизив зависимость региона от поставок из других областей страны и импорта. Виктор Сутягин, Амантай Матенов, Отравовская область.